Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Заботьтесь друг о другое, как аптека для бережливых заботится о вас Здравствуйте, в эфире первого городского службы новостей город в студии Алексей Колодкин Чем запомнился этот вторник жителям города, что больше всего обсуждали в Калининграде, узнаем в ближайшие 20 минут Ну и вот о чем пойдет речь и далее В Калининград возвращается тепло и солнце, правда ненадолго уже в эти выходные горожан снова ожидают похолодания, когда в регионе устаканится погода Братьям нашим меньшим снова нужна помощь На этот раз волонтеры собирают подписи, чтобы после чемпионата Мирособаки снова не остались без крыши над головой В Калининграде поступило сразу пять сообщений о минировании, горожане могут быть спокойны, все они оказались сложными Как болельщики сборных Марокко и Испании пережили эту ночь И почему в городе даже после такого исхода матча не стало тише Вспомнить атмосферу вечера 26 июня предлагаем вместе с первым городским Города на ощупь страны на вкус, а их жители на слух в Калининград приехал необычный путешественник Пообщаться с ним удалось в нашей съемочной группе Ну и начнем наш выпуск с приятной новости для горожан В Калининград возвращается тепло и солнце, правда ненадолго Уже завтра, 27 июня, по сообщению синоптиков, столбик термометра поднимется до плюс 26 градусов В четверг и пятницу также будет тепло до плюс 24, при этом ночью будет прохладно не выше 14 градусов Ну а вот выходные калининградцев ждет снова похолодание Столбик термометра опустится до отметки плюс 16 градусов, при этом будет солнечно, осадков не ожидается К слову, всю следующую неделю будет тепло до плюс 23 градусов Тем временем Роспотребнадзор просит калининградцев быть аккуратными Только за последнюю неделю в больницу за помощью обратилось 283 человека, которых покусали клещи Среди них 70 детей, несмотря на то, что большинству известно, как нужно вести себя, чтобы не получить укус И что делать при оказании первой помощи Первый городской подготовил все-таки памятку для тех, кто планирует провести ближайшие дни на природе Давайте с ней ознакомимся Во-первых, чтобы уберечь себя от укуса, специалисты советуют правильно одеваться Вашими спутниками должны стать рубашка с длинными рукавами, длинные брюки и закрытая обувь Голова и шея также должны быть прикрыты Нужно сделать все, чтобы клещ не смог заползти под одежду Во-вторых, существуют специальные репелленты от клещей Ими можно обработать открытые участки тела в целях профилактики В-третьих, в поликлинике можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита В нашей стране зарегистрированы несколько вакцин После прогулки обязательно нужно осмотреть себя и своих близких Клещи могут остаться на одежде Если все-таки паразит вас укусил, ни в коем случае не выдергивайте его Обратитесь за помощью к врачу И запомните, выбрасывать клеща нельзя Его нужно сдать на исследование в лабораторию, чтобы выяснить, был он зараженным или нет А следовательно, есть ли риск заболеть клещевым энцефалитом Ну и перейдем к другим темам Калининградские зоозащитники просят горожан о помощи Сейчас, по их мнению, остро стоит вопрос бездомных животных Которые оказались на передержке в приюте на время чемпионата Активисты предлагают передать полномочия по содержанию приюта организации право на жизнь Ведь после того, как в городе закончится футбольный турнир, животных планируют снова выпустить на улицу Почему этого категорически нельзя делать и как можно помочь Волонтерам подробно рассказала Катерина Ублинская в видео, которое она прислала нам на почту С инициативой о создании петиции выступили неравнодушные калининградцы Для того, чтобы оставить за организацией право на жизнь пункт временного содержания животных Который был предоставлен для содержания животных под момент проведения чемпионата мира Так как пункт расположен в очень легкой доступности для населения Это увеличивает в разы шансы обрести новый дом для постояльцев этой передержки И также территория позволяет свободно выгуливать животных, не предоставляя никому никаких неудобств При небольших финансовых вложениях и поддержках, конечно же, людей и властей Можно создать действительно полноценный центр по приему безнадзорных животных Для того, чтобы можно было своевременно оказывать надлежащую помощь и поддержку этим существам Который целиком и полностью зависит от нас с вами Мы обращаемся к вам за помощью, уважаемые калининградцы и жители всей Калининградской области Для того, чтобы вы подписали петицию Петицию можно найти на сайте change.org Также можно увидеть ссылки на эту петицию в группах в социальных сетях «Право на жизнь», «Фейсбук» и «Контакт» И просим вас обратить на это внимание Потому что наличие такой станции позволит сделать еще один шаг к решению проблемы бездомных животных Николай Цуканов занял новые должности Теперь чиновник стал полпредом президента в Уральском федеральном округе По сообщениям некоторых СМИ, указ о соответствующем назначении Владимир Путин подписал уже сегодня О других новостях города и области расскажем, как всегда, в рубрике «Короткой строкой» Здание Кройцаптеки обещают восстановить до конца года Об этом заявил глава службы госохраны памятников культурного наследия Евгений Маслов Он также пообещал, что в течение двух месяцев будет сделан срочный ремонт Виновники обрушения, в свою очередь, понесут заслуженное наказание Сейчас часть улицы из-за обрушения остается перекрытой Калининград не попал в список городов, где пройдут санкционированные митинги по вопросу пенсионной реформы Напомним, сейчас на заслуженный отдых мужчины будут уходить в возрасте 65 лет, а женщины – 63 Ранее петицию о пересмотре закона подписали более 2 миллионов россиян А теперь приятная новость для пассажиров Храброва В аэропорту появилась комната матери и ребенка Воспользоваться которой совершенно бесплатно могут родители с детьми до 7 лет С детьми с ограниченными возможностями до 14 лет, а также беременные Калининградцев ждут сразу два исторических события 27 июля горожане смогут увидеть полное лунное затмение, которое будет длиться более часа В этот день также можно будет увидеть противостояние Земли и Марса А именно Марс максимально приблизится к нашей планете На небе появится кроваво-красный оттенок Такое, по данным ученых, происходит не чаще одного раза в 17 лет Ну и проходящий в России сейчас чемпионат установил новый рекорд по количеству назначенных пенальти На сегодняшний день их 19 из них Реализовать игроки смогли только 14 Ранее наивысшим количеством 11-метровых ударов было 18 Именно столько раз арбитры назначали их в 1990 году в Италии В 1998 во Франции и в 2002 в Японии и Южной Корее О других околофутбольных новостях расскажем в нашей постоянной рубрике «Дневники чемпионата» Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» Агентство недвижимости «Этажи» Калининградский стадион получил зеленый сертификат По сообщению специалистов учитывались несколько требований А именно охрана окружающей среды и экологическая безопасность Энергосбережение и энергоэффективность Комфортность и многое другое В результате Калининградской арене присвоили 372 балла Первое место занял стадион в Волгограде с 404 баллами Меньше всех получила арена Мордовия 354 балла В следующем матче сборная России будет играть с Испанией Команды поборются за выход в одну четвертую финала Об этом стало известно после вчерашней игры в Калининграде, Испании и Марокко В ходе которой испанцам с трудом удалось сравнять счет В итоге их сборная заняла первое место в турнирной таблице группы «Б» Это означает, что 1 июля в Москве она встретится со сборной России Напомним, наша команда вышла в 1-8 после победы в первых двух матчах со сборными Саудовской Аравии и Египта FIFA намерена разобраться в причине неявки на пресс-конференцию нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха По правилам главной футбольной организации на собрании обязаны присутствовать тренер и лучший игрок команды Которым и стал Салах, забивший единственный гол в матче с Саудовской Аравией Наставник команды объяснил такое поведение тем, что форвард плохо себя чувствовал Еще одна фан-зона откроется в регионе к финалу чемпионата Новый обозревательный пункт развернется в Балтийске на вертолетной площадке Об этом сообщает местная администрация Финальный матч чемпионата станет еще и зрелищным завершением для регаты «Паруса Духа», которое состоится в июле Участие в ней примут 20 лодок, на которых в море выйдут как профессиональные спортсмены, так и люди с ограниченными возможностями Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» агентство недвижимости «Этажи» Недоумение, шок, отрицание, растерянность, какие только эмоции не испытали болельщики после игры сборных Испании и Марокко Очередной шокирующий поворот этого чемпионата Испания чуть не проиграла марокканцам Зрители не могли поверить своим глазам, команда Марокко вела всю игру В то время как ее соперникам на протяжении 90 минут приходилось ее догонять Болельщики обеих команд выходили со стадиона в недоумении Марокканцы, потому что до победы и шанса пройти в следующий этап чемпионата их отделяли секунды Испанцы из-за того, что были уверены в совершенно другом исходе матча О том, как это было, исправились ли болельщики обеих команд с разочарованием Смотрите в следующем материале выпуск Болельщики выходят со стадиона Как видите, понурые, разговаривать отказываются, их не узнать До матча они с энтузиазмом общались на камеру, пели песни и были уверены в победе своей сборной А теперь и испанцы, и марокканцы только вздыхают Кажется, праздник закончился и такого яркого города, каким он был буквально пару часов назад, нам не увидеть до следующей игры Что мы можем сказать? Это невероятно Пусть мы проиграли матч, наша сборная прошла дальше И в своей группе Испания на первом месте Мы ожидали большего от сборной Испании Так как Испания более именитая команда, чем Марокко Мы ожидали больший счет Мы играли хорошо, это было тяжело для нас У нас хорошая команда, мы Марокко Но понемногу болельщики все же успокоились Испанцы вернулись в свое привычное праздничное состояние А марокканцы решили поддерживать сборную до конца Ведь их футболисты играли достойно А когда болельщики и вовсе дошли до центра города, от печали не осталось и следа Такие уж африканцы и испанцы праздника не найдут во всем Иностранцы не только отмечали красивую игру, но и выражали благодарность России Да, столько слов спасибо от болельщиков, как признаются калининградцы Мы еще не слышали ни на одном из предыдущих матчей Не обошлось и без традиционных кричалок На этом празднике смешалось все и даже флаги трех стран А уже сегодня в город вернулась обычная суета Яркие испанцы и громкие марокканцы начали разъезжаться Одни создавать праздник в других городах России Другие следить за матчами уже в своей родной стране Тем временем горожане ждут в гости уже следующих болельщиков Уже завтра на калининградскую землю ступят первые футбольные фанаты из Англии и Бельгии Их сборные встретятся на стадионе уже в этот четверг, 28 июня Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, Служба новостей Город И это еще не вся информация и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска В Калининграде поступило сразу пять сообщений о минировании Горожане могут быть спокойны, все они оказались сложными Города на ощупь, страны на вкус, а их жители на слух Калининград приехал необычным путешественникам Пообщаться с ним удалось нашей съемочной группе Калининградка решила выиграть автомобиль и живого барана Для этого редактор первого городского канала отправилась в город Казань Ну а теперь полезная информация от наших партнеров Не переключайтесь, реклама пройдет быстро Вы смотрите Служба новостей Город Студия Алексей Колодкин и мы продолжаем Спасатели обнаружили в коттеджном поселке Дирижабль А сейчас это фото вы видите на своих экранах Как оказалось, Дирижабль с камерой видеонаблюдения был закреплен тросом над спортивной ареной Но из-за непогоды крепеж оборвался и аппарат улетел в сторону Берлинского моста Чтобы его отыскать, спасателям понадобилось пару часов При падении Дирижабля никто не пострадал Теперь наш эфир продолжит новости с места происшествия Накануне в Калининграде поступило сразу пять ложных сообщений о минировании По неподтвержденным данным, неизвестный сначала сообщил Что бомба находится в бизнес-центре на Театральной После в торговом центре на Московском проспекте А через две минуты в магазине на площади Калинина Еще два звонка поступили с сообщением о минировании стадиона Ни одно из них не подтвердилось А калининградские автолюбители продолжают бороться с нарушителями на дорогах На этих кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как водитель большегруза прижимает легковушку к обочине Такое поведение большинство тех, кто посмотрел этот ролик, одобрили Как говорится, чтобы неповадно было Полиция разыскивает 41-летнего жителя Полесского района Который вышел из БСМП Калининграда и пропал В последний раз Андрея Филиппова видели 1 июня этого года около 6.30 утра Приметы На вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров Телосложение худощавое, волосы темные, глаза светлые, европейский тип лица Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номеру телефона, который вы видите на экране или 02 Разыскивается еще один житель Полесского района По данным родных и волонтеров, 40-летний Вадим Лупащук пропал в субботу, 16 июня Приметы пропавшего На вид 40 лет, рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы Был одет в красную футболку и черные шорты Все, кто обладает информацией о местонахождении Вадима Лупащука, волонтеры просят сообщить об этом по телефонам, которые вы видите на экране или также 02 Ну и теперь пришло время для новостей из мира экономики, бизнеса и финансов Кому проще будет получить российское гражданство, кому в Калининградской области жить хорошо и какие продукты подешевели в регионе Об этом и не только расскажем далее в нашей постоянной рубрике В России снизился уровень безработицы, об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты По его данным, на сегодняшний день в стране почти 722 тысячи безработных, что на 0,3% меньше, чем еще неделю назад Наибольшее снижение наблюдается в Ямало-Ненинском и Ханты-Мансийском автономных округах А также в Северной Осетии, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Севастополе Приятная новость для тех, кто планирует получить российское гражданство Так, по данным ТАСС, вид на жительство украинцам предлагается выдавать на 3 года с правом продления без необходимости получать разрешение на временное проживание По такой же схеме получают вид на жительство и высококвалифицированные специалисты и соотечественники, проживающие за границей Стало известно, кому в Калининградской области жить хорошо По сообщению Росстат, больше всего получают те, кто занят в добыче полезных ископаемых Их средняя зарплата в месяц 62 тысячи рублей На втором месте сотрудники финансово и страховой сфер На третьем специалисты в сфере электроэнергии и газа Продукты в регионе подешевели Так, по сообщению Росстат, стоимость сахара упала за год почти на 20% Ощутимо снизила цена на крупы и бобовые Они стали дешевле на 15% Меньше стали стоить и макароны, мясо, птица, подсолнечное масло, а также яйца И к новостям от наших соседей В Литве хотят запретить российские телеканалы Как сообщают иностранные СМИ, литовские министры планируют запретить трансляцию из-за пропаганды на российском телевидении Напомним, недели ранее президент Литвы и вовсе заявил об опасности вторжения в страну со стороны России Доллар США 28,17 рубля евро на 2 рубля меньше Такими курсы валют были в далекие 2000-е годы Как официально данные изменились спустя время Предлагаю узнать прямо сейчас из курса валют, который подготовил Центральный банк Курсы валют на 27 июня Доллар США 62,79 рубля Евро 73,40 рубля Польские злоты 16,90 рубля Города на ощупь, страны на вкус, а их жители на слух Именно так знакомится каждый раз с новым местом путешественник из Екатеринбурга Владимир Воскевич Лишен зрения с самого рождения, но это не мешает ему путешествовать по всему миру Сегодня он приехал в Калининград, чтобы отправиться в очередной путь За полтора месяца он планирует посетить около 15 городов Моя коллега Анастасия Соколова встретилась с Владимиром, чтобы узнать, какой он Калининград на вкус и ощупь Все подробности необычного интервью в нашем следующем сюжете Путешественник со стажем Владимир Воскевич объехал уже около 20 стран и более 50 городов России И в большинстве своем на попутках На этот раз себе он решил не изменять Он пускается в очередное путешествие И на попутных машинах из нашего города собирается доехать до Владивостока Рискованно даже для обычного человека Как раз путешествие это один из тех вариантов, которые помогают избавиться от своих страхов И избавиться от разных границ, которые существуют в нашей голове Вы говорите, что нарваться в любом случае можно У вас уже были такие истории? Ну, прям сильно такого страшного ничего не было Меня один раз ограбили Просто украли телефон в Париже Один раз я переворачивался на машине на русской трассе в России Пожалуй, что и все Я считаю, что за 7 лет не так уж это и много Владимир незрячий с детства Для него нет света и темноты Зато, как говорит сам путешественник, его мир богат на ощущения, вкусы, запахи и формы И добавляет, это далеко не причина унывать, а повод взаимодействовать с миром по-своему Как вы воспринимаете мир в путешествиях? Как вы знакомитесь с новыми городами и как вы их видите? Любое путешествие для меня это эмоция Какой эмоции человек рассказывает о своем родном городе, о своем крае Такие эмоции у меня остаются Также для меня любые страны это культура, это традиции, это кухня Ну и я воспринимаю страны на запахи, вкус, слух и осязание То есть те чувства, которые у меня активно работают Владимир может рассказать нам о нашем же городе Что-то совершенно новое и неожиданное Мы прекрасно знаем, как выглядит Калининград А вот какая у него атмосфера, мы, как правило, даже не задумываемся А какой на вкус, запах Калининград? Какое? Морской, влажный, приятно сырой Я бы так сказал, потому что Екатеринбург достаточно сухо По слуху очень культурный Поскольку вчера я пока ехал самостоятельно от аэропорта до хостела Я понял, что люди очень культурные И мы по поводу истории Калининграда успели поговорить И, по сути дела, я ни разу не доставал свой навигатор, который мне помогает путешествовать Потому что мне просто передавались рук на руки И это была незапланированная акция Мне нужно было в магазин Я узнал, по какому адресу находится Спокойно дошел Заблудился там в одном месте Пришли какие-то марокканцы Я сказал, говорю, мне нужен супермаркет Там-то находится Они говорят, мы не знаем, но пойдем посмотрим Нашли Там встретили калининградцы Провели по магазину все В корзину все, что надо было, сложили Обратно уже дошел самостоятельно Чтобы ориентироваться в городе Современному незрячему человеку многого не надо Достаточно только озвученного телефона С которым и билеты можно заказать, и жилье найти И главного помощника Ну и самый главный помощник Это белая трость, которая является моими глазами Многие обычные люди грезят о путешествиях Но то времени нет, то с деньгами тяжело Так и не решаются Владимир находит и время И выбирает бюджетные путешествия На попутках, несмотря на полное отсутствие зрения А все началось с мечты Я пролежал 4 года в больницах Начиная с первого года жизни До 4 лет И единственным моим развлечением Это были книги Книги это то, что всегда вдохновляло И то, что меня вдохновило в детстве Прочитав одну из книг о путешествиях Я понял, что это мое И так, собственно, я начал мечтать Первая мечта была попасть на яхту Всегда, когда ты мечтаешь, важно не только мечтать Но и каждый день что-то делать Совсем чуть-чуть, но что-то делать, что тебя приближает к этой мечте Я каждый день учил яхтинные термины Знакомился на форумах с разными их сменами И так получилось, что через несколько лет я на эту яхту попал Первая мечта сбылась И Владимир начал исполнять другие Путешествия и с попутчиками, и автостопом И на поездах, и на самолетах Побывал в разных странах и разных городах А теперь он исполнил еще одну мечту И сдал свою книгу Она называется «Путешествие без границ» Это своего рода путевые заметки А по ходу Владимир рассказывает тонкостей жизни слепых людей Например, снятся ли им сны И делится лайфхаками о дешевых путешествиях Владимир говорит, что его главная задача Показать людям, что только мы сами ограничиваем себя И только от нас зависит, как поплывет наш корабль А путешествовать можно и нужно всегда Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум Служба новостей город Погода не перестает удивлять калининградцев Так пользователи сетей выкладывают фотографии водяного смерча над Балтикой И страшающее природное явление можно было увидеть в Зеленоградске Смерч вышел из черных грозовых облаков И взволновал не только море, но и интернет Однако специалисты успокаивают Такие вихри редко выходят на сушу А живут не больше 20 минут О других новостях из мира соцсетей смотрите в нашей постоянной рубрике Калининградцы до сих пор не могут забыть гуляния с братским сербским народом И общение с порой экстравагантными болельщиками из Швейцарии Так в одном из постов обсуждают швейцарского болельщика, приехавшего в Калининград на тракторе А в другом с ностальгией вспоминают сербов и их флаги Мы русских одних не бросим Привет из Сербии А во всей России обсуждают Камчатского депутата и его коня Да, именно такой вид транспорта Выбрал чиновник, чтобы приехать на работу Таким образом депутат выразил протест Против роста цен на бензин К сожалению, всем так ездить на работу Будет сложно Ведь даже чиновнику полицейские вручили Повестку с требованием Явиться в правоохранительные органы Ездить на коне можно А вот парковать такой транспорт около входа в здание парламента, видимо, нет А во всем мире обсуждают звездную свадьбу Актеры известного сериала «Игра престолов» поженились В фильмах Роуз Лесли и Кит Харрингтон играли влюбленных А теперь сыграли свадьбу в реальной жизни Ранее Кит Харрингтон пошутил, что винит в своей женитьбе продюсера сериала Футбольный матч в Австралии пришлось приостановить из-за нового игрока Кенгуру вмешалась в ход игры и установила там свои правила Зверь пробежался немного по футбольному полю наравне с игроками А после расположился в штрафной зоне А это видео прямиком из космоса В сети набирает обороты ролик, снятый русским космонавтом Олегом Артемьевым Он заметил в иллюминаторе Международной космической станции кубический объект Им оказался спутник, пролетающий мимо Партнер рубрики «Социальные сети» и Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Калининградка решила выиграть автомобиль из живого барана Для этого редактор первого городского канала города Калининграда Анастасия Орехова отправилась в город Казань Где проходил главный праздник для всего татарского народа – Сабантуй Главными призами этого дня были как раз животные и машина Но чтобы заполучить трофеи всем участникам пришлось пройти массу испытаний Бой подушками, поиски монетки в молоке, покорение высоты и многое другое Почему стоит хотя бы раз побывать на этом празднике и захотеть вернуться туда вновь в материале моей коллеги Вероники Гайнудзиновой Что такое Сабантуй – невозможно описать словами Это нужно увидеть своими глазами А главное – все попробовать и на себе Поэтому вместе с нами сегодня на праздник приехала Настя из Калининграда Настя, привет! Что ты ждешь от праздника? Привет! Я вообще наслышана про этот ваш национальный праздник, но никогда на нем не была Очень хочется посмотреть, что вы тут делаете Я знаю, что люди борются за петухов, овец и участвуют в смешных конкурсах Поэтому хотелось бы, наверное, тоже в них принять участие Ну что, пойдем смотреть и пробовать Отлично, пошли! Главное развлечение на Сабантуй – это, конечно же, состязания Поэтому сейчас мы пойдем и сами все попробуем Поучаствуем во всех конкурсах Может быть, даже что-то выиграем Бег с яйцом в ложке с полными ведрами воды на коромысле Бег в мешках, залезание на столб за петухом Каких только забавных конкурсов не увидишь на Сабантуе Мы с Настей решили начать с простого – разбить горшок В первую очередь тебе завязывают глаза Потом дают в руки длинную палку И иди, ищи горшок Настя хоть и участвовала в первый раз, ловко справилась с заданием А вот я считала все свои шаги, но прошла немного дальше Хотя по горшку все-таки попало Первые призы у нас Дальше мы не удержались и залезли на бревно Не упасть со скользкого бревна сложно, но можно Но при этом еще соперника нужно мешком с него скинуть Игра идет до трех побед Дорогие друзья, на сцене композиция, посвященная гармонии Симболу, славу и вы, други раз Это невозможно Азану Полнишкин и Азану Яру Встречайте Настя, мы с тобой немного уже посостязались Побили горшки на этом бревне Били снежками Какие ощущения у тебя? На самом деле на бревне было очень тяжело Потому что подушки тяжелые, они набиты сеном Бревно скользкое, я падала постоянно Но мне было не страшно, потому что люди, которые помогали Они очень добрые, они поддерживали И когда я упала в конце, было очень весело Ну что, идем дальше? Мы идем дальше Азар проснулся и уже было сложно остановиться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя не удержалась перед очень интересным конкурсом И сейчас она первой нашла монетку в КТК На самом деле это было не так сложно, как я думала Но мне понравилось, очень классно Это еще не сложно, да, потому что бывают конкурсы, где полностью вот огромный танк И там прям окунаешься полностью и ищешь монет Но тебе повезло Меня освежило это 100% в эту жару Конкурсов много, эмоций тоже настоящий праздник Кстати, его отмечают уже далеко за пределами Татарстана В прошлом году Сабантуй грандиозного масштаба прошел даже в Париже У подножья Энфелевой башни Вот только до Калининграда пока не добрался Вот такой настоящий татарский праздник Сабантуй Мы с Настей хорошо повеселились, поучаствовали во всех конкурсах Посмотрели концерт Ну, Настя, какие теперь у тебя ощущения? На самом деле я на Сабантуй впервые Но это слово мне знакомо с детства Потому что когда мы дома с подружками развлекались, играли в куклы И переворачивали весь дом Мама говорила, опять устроили Сабантуй И вот на самом деле это слово очень похоже на этот праздник Потому что здесь очень весело, много людей Все такие счастливые, радостные, добрые Поэтому я бы с радостью вернулась бы сюда еще раз Ну, отлично Но, кстати, мы еще не уходим Потому что кто же уходит в Сабантуй Так и не узнав, кто стал главным батыром Сабантуй и получил машину Абсолютным чемпионом в борьбе к Реш Стал Раиль Нургалиев из Высокогорского района Он получил машину и живого барана Вероника Ганудинова, Анастасия Орехова и Фсур Халяпов Новости на Первом городском Ну а теперь подошло время для хороших новостей Что интересного произошло в жизни наших горожан Они расскажут сами в нашем традиционном опросе Партнер рубрики «Хорошие новости» Сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» Хорошие новости Сегодня хорошая погода Сегодня солнце Сегодня дождь Мне очень нравится В больницу нас не положили Хорошие новости У нас отпуск Мы отдыхаем, гуляем Смотрим достопримечательности города А тут проезды Мы сегодня сделали выходной в садике И не пошли туда, пошли в парк Сейчас пойдем прыгать на батуте У нас сегодня выходной И все здесь чемпионатом редкий Да Вот поэтому как-то очень радостно И гуляем с ребенком В замечательном парке города Калининграда Я учусь в Брянске Поэтому приезжаю седьмой раз Рад этому городу Вообще мы все здесь нравится Вот поэтому желаю всем людям Видимо, жителям этого города Любви, мира, гармонии Вот И счастья Партнер рубрики «Хорошие новости» Сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» Ну и какой погода будет завтра 27 июня Узнаем из прогноза погоды Которую подготовили интернет-источники Спонсор прогноза погоды Стоматологическая клиника На вагоностроительной 10 В Калининграде 27 июня Плюс 24 гроза 28 июня Плюс 26 ясно 29 июня Плюс 24 ясно В Гданске 27 июня Плюс 20 облачно 28 июня 21 градус тепла ясно 29 июня 29 июня Плюс 22 ясно В Вильнюсе 27 июня Плюс 25 ясно 28 июня Плюс 26 ясно 29 июня 27 градусов тепла Малооблачно В Москве В Москве 27 июня 26 градусов тепла ясно 28 июня Плюс 26 облачно дождь 29 июня Плюс 26 малооблачно В Санкт-Петербурге 27 июня 24 градуса тепла ясно 28 июня Плюс 24 ясно 29 июня Плюс 18 Облачно дождь Спонсор прогноза погоды Стоматологическая клиника Новогоностроительной 10 Реабилитация для животных Теперь и в Калининграде После серьезных травм Братья наши меньшие Теперь смогут пройти курс Под присмотром профессионалов Где, зачем и почему Выяснял Денис Саландин Многим братьям нашим меньшим Присущи остеохондроза Щемление мышц Вывихи, растяжения О переломах и говорить не приходится Часто после операции Или во время переломов Когда операцию пока делать нельзя Существует такая проблема Что животному нужно ограничить движение Делается обезболивающее Животному становится легче И оно сидеть на месте не хочет И объяснить ему, что Лапой в какой-то момент Сейчас двигать нельзя Соответственно трудно И поэтому С помощью реабилитации Мы занимаем животное То есть, во-первых Это должно быть интересно животному Это как тот же фитнес Как хобби Как увлечение Только для животного В интернете полно роликов о том Как заботливые хозяева Выхаживают своих любимцев В домашних условиях И водят на физиотерапию В специальные учреждения Три раза в неделю В течение трех месяцев Французский бульдог Барби Входит на реабилитацию Потому что в ее случае Это единственный способ Восстановить сломанное колено Только в реабилитации мы занимались Да, потому что перелом был такой Что там никак нельзя было Ни штыри поставить В общем-то ничего Ни гипс наложить Вот А с реабилитацией Достаточно хорошо Быстро восстановились Все Вы все дорогие Проходите Ура Сегодня мы открываем Наконец-то Долгожданный Кабинет реабилитации То есть Это животные Которые после операции После травм Могут пройти реабилитацию Восстановление Чтобы не было Контрактуры мышц Чтобы Снять Болевой синдром То есть У нас для этого Все есть И специалисты Которые Специально прошли подготовку В реабилитационном центре Все как у людей Зеркала Тренажеры И спортивный инвентарь Который в буквальном смысле Возвращает четвероногого В полноценной жизни Зеркальный зал Именно для того Нужен Чтобы смотреть С разных Проекций на живот Так мы можем Более четко Сформировать мнение О том Правильно ли животное У нас сейчас стоит И правильно ли животное Ходит Уже есть оборудование На данный момент Ультразвуковые аппараты Которые Повышают местную температуру То есть Обладают таким эффектом Что Ткани Поврежденные Атрофированные Они возвращают Свой тонус И Работоспособность Зал реабилитации Находится на втором этаже Клиники Агат-Запад Сразу по окончании Официальной части Прошел семинар Для заводчиков И владельцев Домашних животных Это конференция Здесь как раз Мы рассказываем О той реабилитации Которую мы будем проводить Для чего это нужно В каких случаях Нужно обращаться То есть Это не только Похудение животных То есть Конечно Ожирение Это очень большая проблема Но мы конечно Больше нацелены На именно проблемы Со здоровьем То есть Когда например Боли в позвоночнике У пожилых животных Когда реабилитация После операции На позвоночнике Когда реабилитация После операции Остеосинтез То есть Мы главным образом Нацелены на это В зале реабилитации Ликвидируют проблемы Опорно-двигательного аппарата И научат владельцев По-особенному Заботиться За любимцем В этот период Ведь служба Захаров и Фарафонтова Все возможное И невозможное Для спасения Жизни животного И это были все новости О которых мы успели Рассказать вам сегодня Напоминаю Что если вы стали Свидетелем интересных событий То обязательно Звоните к нам В редакцию По телефону 555-085 Ну а мне остается Напомнить Что теперь свежие выпуски Службы новостей Город Выходят в 20 часов 18 минут В студии работал Алексей Колодкин И до встречи На Первом городском Генеральный спонсор Службы новостей Город Сеть аптек Аптека для бережливых Забудьтесь друг о друге Как аптека для бережливых Заботится о вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова